Ночь и холод. Какое-то особое ощущение в таком большом храме ночью один. Завтра утром я попробую кончить этот цикл из шести Сюитбаха. Завтра буду её записывать. Это какое удивительное ощущение, вот быть одному здесь, в храме построенном 900 лет назад. 800-900 лет назад. Здесь очень холодно, но здесь тепло от человеческого духа. Здесь тепло от тех людей, которые посвятили свой неимоверный труд на воссоздание этого храма и посвятили его Марии Магдалине. Завтра я закончу, надеюсь, шестую свиту. Шестая свита Баха, она написана в ре-мажоре. Ре-мажор – это триумфальная тональность, тональность радости. Для меня это, может быть, самая радостная тональность из всех, которая существует. Может быть, даже вы вспомните мелодию, которая написана в этой же тональности, которая облетела весь мир. Продолжение следует... И вот в этой тональности победы, тональности радости, тональности человеческой дружбы, любви, объединения написана шестая свита. Последняя свита, написанная Бахом для Виланчери Соло. Это как бы триумф всего цикла. Это объединение в радости и в огромном масштабе. Для меня шестая свита – это симфония для Виланчери Соло, симфония для Виланчери. Она другая, чем все остальные. Не только по соотношению тональностей, не только по цвету своему. Но она для меня другая и во многом имеет огромную разницу с тем, что он написал перед этим. Обычно я ваше внимание останавливаю на прелюдиях, поскольку это самая монументальная часть свит и самая различная, может быть, часть в разных свитах, по-разному, сделанные Бахом. Но сейчас мне бы хотелось поговорить немножко об Алиманде. Вот, давайте послушаем с вами, вспомним Алиманду из первой свити. Или Алиманду из второй свити. И хотя она в миноре, в ре-миноре, но она мало отличается по движению от Алиманды первой свитой. И, в конечном счете, даже по характеру от Алиманды до Мажорной. Следующий, третий свит, послушаем немножко ее, вспомним. А следующий, Алиманда, тоже в Мажоре, ми-бемоль Мажоре. Это совсем другая краска. Да, художник подобрал бы соответствующий для нее, может быть, синеватый, голубовато-синеватый нюанс. Послушаем эту Алиманду из четвертой свити. Да, более-менее тоже движение, движение танца. Движение, которое соответствовало предыдущим Алимандам. Пятый свит, она более трагическое, написанное в доминоре. Здесь уже намечается большая разница в Алимандах. Она серьезная, глубокая и, с моей точки зрения, уже намного менее танцевальна, чем предыдущие. Послушайте немножко и эту Алиманду. Алиманду из четвертой свити. Ее Алиманде. Если уже пятый свит, как вы заметили, Алиманда пятый свит, так сильно отличается от других, большей глубиной, я бы сказал, большим драматизмом, и более отошедшей музыкой от ритма танца. А вот теперь послушайте, это просто огромный сюрприз. То, что вдруг появляется в шестой свите. Алиманда пятый свит, она не может быть. Это плывущая мелодия, которая как бы вне земного притяжения. Она находится, она блуждает, блуждающая мелодия. А в то же время эта мелодия баховская имеет свои гармонии. Гармонии, которые берутся в какие-то определенные моменты этой мелодии. Поскольку велончель – инструмент одноголосный, то мы берем аккорд, который потом исчезает, и существует одна мелодическая линия. Потом появляется другая гармония. А мелодия продолжает виться и существовать. Потом эта гармония меняется на третью. Каждая гармония имеет свои тяготения. Пожалуй, только гармония основной тональности. Это как ваш дом. Вы сидите, вы можете принимать ванну, можете пить чай, можете ложиться спать, и ничто вас не беспокоит. Но нужно менять эту гармонию. Нужно уходить из дома. Нужно путешествовать. И вот когда мелодия путешествует, уходит от первоначальной гармонии. Дальше уже каждая гармония имеет свое тяготение. Имеет как бы свою гравитацию. Та же, как предмет падает на землю, та же гармония имеет тенденцию падать в другую, входить, впадать в другую гармонию. И вот это тяготение. Это смена гармонии, которую Бах делает для сольного инструмента. Гармония, которая не делается все время. Она только начинается, потом ведется мелодия, потом мы сменяем эту гармонию. И эта каждая гармония должна оставаться в памяти исполнителя. Но, как я уже сказал, каждая гармония имеет свое тяготение в другую. Сколько времени должно пройти, пока эта гармония, вторая, меняется на третью, или третья на четвертую. И потом они приходят в первую гармонию, в собственный дом, в первый аккорд основной тональности. И вот уже эти вертикальные вехи, которые проставил Бах во времени. Потому что каждая гармония имеет свою протяженность во времени. Вот это и есть гений Баха. Вне зависимости даже от той мелодии, которая вьется на этой гармонии. Поэтому, когда исполнитель играет это, всегда имейте в памяти вот эту гармонию и меняйте ее в соответствии с своим ощущением, с ощущением, которое вам дает Бах. Потому что время для каждой гармонии им рассчитано абсолютно точно. Вы знаете, вот я взял с собой секундомер. Специально подумать о том, а сколько же длится каждая гармония в этой гениальной алимандии, когда она меняется, сколько длится первая, вторая, третья гармония. Подумаем. Меняется. Девять секунд. Семь секунд. Пять с половиной секунд. Шесть. Четыре секунды. И мы пришли обратно в ромажорную тональность. Вот. Вы знаете, это как будто бы схема. Послушайте эти гармонии. Вот где идет эта мелодия. Начинается с ромажорной гармонии. Это как будто дома. Ромажорную гармонию мы можем держать столько, сколько мы хотим. Можно импровизировать сколько угодно на ней. Она может быть долго стоять. Следующая гармония. Она не может быть долго. Она оттянется в следующую. Недолго. Мы опять пришли домой в ромажорную тональность. Какая красота. Какая яркость этой тональности. Это удивительно. На этом фоне эти гармонии, которые имеют свое время, свое тяготение, свое разрешение, свое движение. В общем, даже я думаю, не так уже важно, какая мелодия. Можно импровизировать все что угодно, но время, отпущенное Бахом, на каждую гармонию. Вот. Это гениально. Послушаем еще раз это. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Как просто, как величественно, как удивительно, как гениально это сделано. Вот это время, которое отпущено на каждую гармонию, время отпущенное на нашу жизнь, время от рождения до смерти, время наших тяготений, как в гармониях у Баха, тяготений к друзьям, тяготений в любви, наше продолжение в следующих поколениях. Все это приводит к мысли к концу жизни абсолютно точно, что все это сделано Творцом. Иначе это не может быть. Нельзя это иметь в жизни вне Создателя, вне того, кто нам все это подарил для нашей жизни. Эту красоту и вечность Духа, которая воплощена вот в этих камнях здесь. Завтра я буду, начну с прелюдии к шестую свиту. Это заключительный аккорд большой работы, который проделал в этом храме, в замечательном маленьком городке Везлеево, Франции. Начало этой свиты у меня ассоциируется с солнечным днем. Я всегда мечтал о том, что я вхожу в церковь в этот солнечный день. Звонят колокола. Кстати, в этой прелюдии Бах использует эффект эхо. Я изучил рукопись Анны Магдалены. Поскольку баховской рукописи не существует, существует рукопись, сделанная его учениками. Я изучил эту рукопись. По-моему, только в этом случае, когда Бах хочет подчеркнуть эффект эхо, он проставил динамику, он проставил форте и пьяно, громко и тихо, чтобы был этот эффект эхо. Для меня этот эффект эхо – это как перезвон колоколов в разных церквах, удаленных друг от друга. Я испытываю бесконечную радость от того, что я участвую в этой гениальной музыке и в этой радости, которую дает шестая свита.